В некоторых районах Сирии сегодня перемирие. Лидеры на съезде G20 договорились о создании зоны деэскалации конфликта в южной части страны. Подробности в нашем сюжете. Теперь на юго-западе Сирии не стреляют. Сегодня в полдень по киевскому времени в силу вступило соглашение о перемирии. Военные действия останавливают в регионах, которые граничат с Израилем и Иорданией. Режим прекращения огня начал действовать в частности в провинциях Дар-А, Кунейтра и Сувейда. Их называют особенно сложными с точки зрения безопасности. Договоренности о перемирии между сирийским правительством и бойцами оппозиции достигли в ходе съезда лидеров Большой двадцатки в Гамбурге. В переговорах приняли участие представители США, России и Иордании. А вот Израиль, не принимавший участия в официальных переговорах, был бы рад прекращению огня возле своих границ, но беспокоится, что Иран воспользуется ситуацией. Израиль готов приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии, но перемирие не должно открывать путь для военного укрепления Ирана или его союзников. Со своей стороны мы не теряем интерес к событиям за пределами наших границ, при этом твердо придерживаемся красных линий. И не позволим террористической группировке Хазбалла или иранским силам установить наземное присутствие на наших рубежах. Мы будем препятствовать установлению военного присутствия Ирана в Сирии в целом. А тем временем в Женеве готовятся к очередному раунду переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. В них примут участие представители правительства и оппозиционных сил Дамаска, а также Москвы и Каира. Создание зоны деэскалации в южной части Сирии является, конечно, позитивным событием. Организация Объединенных Наций всегда пытается снять напряженность и способствовать деэскалации боевых действий. Думаю, это шаг в правильном направлении. В новом раунде мы будем обсуждать четыре группы тем, в частности по конституционным и территориальным вопросам, связанных с политическим процессом. Переговоры стартуют уже завтра и продлятся пять дней. Виталий Кушмирук, подробности, телеканал Интер.